Сегодня среда, 10 марта, и, кстати, третий день масленичной недели, которую называют лакомкой. В этот день во всех домах накрывались столы, на улицах продавались горячие сбитни, каленые орехи и медовые пряники. Да, в этот день было принято есть столько, сколько душе угодно, и даже чуть побольше. Что есть в печи, на стол мечи. Кроме блинов, в третий день масленичной недели к застолью готовили пряники, лепешки, яичницу и творог. Ну, а основными напитками был компот, чай с облепихой и кисель. А алкоголь, кстати, наши предки празднула масленицу, не употребляли. Традиций масленичную неделю много, и о большинстве из них ишкаринцы узнали благодаря фольклорному объединению «Царев город». Да, и сегодня в студии у нас Мария Бусыгина, руководитель этого объединения. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, расскажите, как проходит традиционно масленица в Ишкарале, организованная «Царев городом». Ой, это уже очень длительное такое событие. Масленица в этом году будет 14 лет исполняется. И мы изначально ездили очень долго в экспедиции, собирали материал и поняли, что это очень такой яркий, эмоциональный, сильный, долгожданный праздник. То есть оно вообще эволюционировало у вас, да, за 14 лет? Потому что материал набиралось больше. Конечно, конечно. Начиналось с малого. Мы видели, что что-то получается, что-то не получается. Очень много пассивных людей, которые сначала не понимали, что вообще-то на настоящем празднике не нужно ждать, что вас будут развлекать, а нужно как бы самим. Они ждали стоять? Конечно, стояли и ждали. И поэтому мы стали думать, как изменить, видоизменить, улучшить этот формат и сделать так, чтобы всем людям было комфортно и радостно. Но старались мы придерживаться именно традиционных каких-то гуляний, традиционных игр, традиционных развлечений, чтобы не уйти в какой-то совершенно другой пласт, который не связан с народной культурой. Но получается, что это вот те развлечения, которые вы нашли где-то в наших деревнях, да, собрали в экспедиции? Да, по возможности, да. Во-первых, это традиционные карусели, которые делались специально мужиками какой-нибудь деревни. Там столб вмораживался в землю, к этому столбу привязывалась или присоединялась какая-то лага к ней, самки, и люди сами должны были крутить эту карусель, а дети должны были кататься. И тут очень весело и смешно происходило, и дети и падали, и тут все заняты, и молодежь, и взрослые, и дети, и всем было весело. Какова география ваших экспедиций? Вообще мы стараемся придерживаться именно нашей традиции, то есть нашего региона, потому что в других регионах работают другие фольклористы. Но в основном это республика Мариэл и близлежащие территории, потому что у нас республика соединена из других когда-то, да, из других губерний. Поэтому это Нижегородская область, Республика Татарстан и Кировская область. Что еще? Какие еще развлечения есть на Маслице? Огромной популярностью у нас пользуются взятия Снежной крепости. На самом деле мы не писали, что здесь у нас, вот именно, ну как-то мы не застали этот вариант. Это же Суриков, это же классика. Ну Суриков, да, но это северные, ой, сибирские какие-то там у него опыты, работы. А на самом деле, ну то, что кулачные бои были, то, что какие-то вот мужские именно такие обычаи, совершенно точно. А кулачные бои, как вот у Михалкова, помните, в сибирском целебнике? Ну и в том числе, да, и в том числе. Красочные такие. Вы знаете, тут вообще вопрос то, что мужчина должен найти в себе силы, несмотря ни на что, не имея никакой подготовки, а просто выйти, войти в этот раж. И те, кто, бывало у нас, что стоит крепость, и мы зазываем мужчин, и вдруг один стоит и не знает, идти или не идти, и потом, а ладно, снимает эту куртку, лезет наверх, а иногда и в куртке, потом она, конечно, может быть и порвана и так далее. Но вот это ощущение, во-первых, зрителей женского населения, что вот эти мужчины, они там настоящие, сильные, отважные, смелые, хитрые, веселые, понимаете, вот такие. Ну и мужчин тоже, лучше, конечно, их спросить, но ощущения у них по глазам, по искрящимся, наверное, тоже подбитым, может быть, глазам тоже, производят впечатление. А вообще у нас как-то отличаются традиции, все-таки у нас регион, ну, национальный, получается, причем очень много национальностей, да, проживают представители рядом разных, и, ну, получается на стыке, наверное, такая мешанина, все, культура перемешивается друг с другом. Да нет, я думаю, что нет особо такой мешанины, особенно, ну, после того, как колхозы образовались, конечно, уже соединение культуры русской-морийской, наверное, более активно происходило, но все-таки у нас, я думаю, что в каждом регионе есть особые традиции, и у нас тоже вот одна из самых уже таких брендовых, я бы даже сказала, традиций, это катание на шестах, причем оно существовало и в русских, и в морийских деревнях, и это очень, я бы сказала, экстремальное такое размещение на масленицах. А что это? Опишите его. Ну, это когда берется гора или делается специальный сруб, чтобы сделать эту гору, в гору вмораживаются жерди, они заливаются водой, и получаются такие ледяные рельсы, две жерди, и по ним нужно было скатываться, взявшись за руки. И внизу там делали либо сено, укладывали, либо снег, для того, чтобы вот, ну, упали туда люди, или не упали, и надо держать равновесие, и когда это очень непросто, потому что скорость невероятная, потому что еще, если особенно еще уклон сделают особый, плюс еще замороженные, подмороженные валенки, они тоже скользкие, и это... Предки были экстремальщики. Ну, они, но это, знаете, это показатели, они должны были нагуляться, они должны были вот отдохнуть, чтобы потом уже подойти к Великому посту более серьезно. А традиция сжигания чучела, она традиционна для масленицы древних времен, ну, скажем так, России имперской, России до начала 20-го, конца 19-го века? Ну, вообще, это вопрос очень интересный насчет чучела, потому что, наверное, в древности, конечно, это была одна из особых таких, один из особых атрибутов, но с течением времени, возможно, этот обряд уходил, или он вообще не везде по России существовал или практиковался, Россия очень большая. Ведь чучело нужно делать особым способом, это должна быть обязательно солома, это должны быть горящие такие вещества, никаких лиц, никаких естественных элементов женщины, ни в коем случае не должно быть, потому что выглядит это очень страшно. И вот мы, путешествия, экспедициями различными, мы практически не зафиксировали обычаи сжигания чучела вот на нашей территории, то есть в основном это были костры и какие-то элементы, связанные с огнем. Все должно быть очень естественно, натурально, и поэтому, когда костры, а в костры еще бросали, вот у нас прям такая традиция, старые вещи, которые уже отжили свое, потому что начиналась новая жизнь, подготовка к Пасхе. То есть, ну, это же опять то, что горит, лапти, старые корзины, ненужные какие-то деревянные вещи, которые потом сгорят, это для пользы, они сделают огромный костер, это большой, ну, эффект даже, да, такой человеческий, ну, такой эмоциональный, да. И потом начинается новая жизнь, мне кажется, это было очень мудро, народная традиция, это очень мудро. Мне главное сейчас, вот действительно, очень сложно уследить за тем, что натуральный горючий материал, потому что, если, не дай бог, сожжешь пластик, не поздороваться всем, будет. Причем в центре парка, в центральном парке. Ну, и как-то страшно, на самом деле, смотреть, а тут нужно, можно придумать много всяких, даже курить бросали, на масленицу нужно было кисеп взять, бросить курить, бросить его в костер, вот, чтобы уже это считалось, ну, это такое табу, и с этого момента уже можно было держаться, да, потому что, ну, курить не принято. Мария, расскажите о объединении царев-город, как оно создавалось, кем? Ну, это долгий путь такой определенный. Появилось объединение в 2006 году, когда Музей истории города предложил нам площадку для создания, ну, некоего такого фольклорного объединения, чтобы продолжать те традиции, которые были заложены у нас на историко-филологическом факультете в Мариинском государственном университете. Мы уже все выросли из этого университета, он стал нам как родным, но мы хотели продолжать вот работать дальше, мы как бы заболели этим, если можно так сказать, и случилось, я имею в виду этого слова «чудо», и вот у нас появилась такая площадка, база, и мы стали работать в музее, в основе, конечно, этой экспедиции, а вот все, что мы там уже нашли, все, что мы там с бабушками пережили, прочувствовали, проплакали, это результат, ну, впоследствии это является результатом нашей дальнейшей работы. Масленица в том числе, там, концерты, программы, ну, и так далее. Есть какие-то еще знаковые мероприятия у вашего объединения, как Масленица? Ну, да, конечно, мы стараемся жить по народному календарю, вернее, не сколько жить, сколько попытаться вовлечь людей, да, в этот традиционный народный календарь. Конечно же, безусловно, это масленичные события, ну, и в основном это у нас какие-то выездные концертные программы, встречи с зрителями, наверное, это вот самое главное, плюс мы стараемся искать какие-то новые форматы для того, чтобы популяризировать народную культуру. Спасибо вам большое, всяческих успехов в вашем прекрасном благородном деле. Спасибо вам. Ну, а что на ваших столах у Масленицы и как вы отмечаете этот праздник, узнаем прямо сейчас из запроса на улицах города.